Здравствуйте, друзья! Меня зовут Катерина, и я рада вас приветствовать в Школе Видеоблогера. Сегодня я расскажу, на какие темы можно снимать влоги. Конечно, далеко не все готовы предстать перед миллионами зрителей. Но не забывайте, что у формата видеоблога есть очевидные плюсы. Например, возможность привлечь верных поклонников. Когда зритель видит вас лично, это значительно увеличивает ваши шансы завоевать их расположение. В результате у вас будет больше подписчиков, которые станут вашей постоянной аудиторией. А справиться с волнением и боязнью камеры поможет только практика. Снимайтесь как можно чаще, и скоро вы забудете об объективе, и съемка видео станет для вас просто общением с хорошими друзьями. На какие же темы снимать ролики для видеоблога? Ответ простой. Мы уже определили, что наша аудитория – это наши друзья. А значит, и общаться с ним можно на те же темы, которые вы обсуждаете в беседе со старыми приятелями. В первую очередь, это личные темы. Именно так многие себе представляют типичный видеоблог, когда автор рассказывает о событиях из своей повседневной жизни. Как правило, такие видео снимаются в домашней обстановке, и общение автора со зрителями носит доверительный характер. Людям это нравится, они как бы получают возможность зайти к видеоблогеру в гости, заглядывать на его личную территорию. Вы также можете снимать видео на общие темы. Стиль общения остается неформальным, но предмет разговора касается не личной жизни, а более общих вопросов. Это может быть, например, отзыв о каком-то товаре, рассказ о путешествии или обучающее видео. Если с вами произошла забавная ситуация по дороге в школу или на работу, а может вы впервые спрыгнулись с парашютом, или познакомились с уникальным человеком, который произвел на вас неизгладимое впечатление, то это тоже может стать темой вашего видеоролика. Такие интересные и захватывающие истории очень нравятся зрителям. А если вдруг в вашей жизни наступила серая полоса, и вы не находите ни одной темы для своего видеоблога, то самое время залезть в архив неудачных дублей и прочих моментов, которые остались за кадром. Поверьте, это не только кладезь идей, но и в принципе готовый контент, который просто надо объединить с помощью монтажа в готовое видео. Второй способ пережить кризис идей – это записать видео-ответы на комментарии ваших подписчиков. Одним видео вы убиваете сразу двух зайцев. На канале выходит новый ролик, а подписчики понимают, что они вам не безразличны. Ведь диалог с аудиторией в любой форме очень важен. Сегодня вы узнали, как выбрать тему, на которую снять видеоблог. Пишите в комментариях, нравится ли вам записывать влоги. Рассматриваете ли вы эту нишу как основную для своего видеоканала. Также, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за внимание, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok